В результате вражеских обстрелов Одессы с моря пострадал один гражданский. Повреждения получили несколько домовладений. Проход боевых действий в разных регионах Украины смотрите далее. В море возле Одессы рано утром заметили два вражеских корабля. Они начали артиллерийский обстрел побережья. Есть пострадавшие. Тиждень в Одессе-то Одесская область распочался с выбухи. Так, в 4.30 ранку ворожьи корабли здействовали обстрел береговой линии. В результате чего было поранено одну цивильную особу, которую доставили в ближайшую лекарню. Также от выбухов посреждали три будинки. На Одессе-то системе противоповитерной обороны продолжают выполнять завдания за призначением. Несколько снарядов попали в жилой сектор. Один дом разбило в дребезге. В других повреждены стены, кровля и окна. Сегодня в 6.20 примерно проснулась от того, что подпрыгнула на кровати. У меня квартира находится на верхнем этаже с видом на море. Были очень громкие взрывы. Взрыв также повредил газопровод. В городе уже работает аварийная служба. Окупанты продолжают обстреливать Киев и окрестности. С начала войны в городе погибли более 70 гражданских. Ночью взрывы были слышны в разных районах города. Ракеты и их обломки уже разрушили десятки жилых домов. Люди скрываются кто где может. Я находюсь тут на протяжении 24 дней, с первого дня войны. И периодически я возвращаюсь домой. Я принимаю душ, я готовлю себе ездить. Но на ночь обязательно я возвращаюсь в сховище, потому что это действительно наиболее безопасное место для того, чтобы переночевать. Также ночью захватчики нанесли ракетный удар по ТЦ в Подольском районе города. Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и третий и четвертый этажи торгового центра. Попрохание не открывайте, будь ласка, векна. А когда выходите на улицу, захистить легеней, одягнувши даже медичный респиратор типа FFP2. В Ровенской области враг нанес два ракетных удара по одному из общевоенных полигонов. В результате ракетных ударов есть раненые. Об этом сообщил городской головоровна Александр Третьяк. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал видео горящей техники оккупантов. Возле аэропорта Кульбакина обстреляли жилые дома. Российские войска пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но это им не удается. Оккупанты открыли огонь по мирному населению в Херсоне. Сообщают, что есть пострадавшие. В Харьковской области российские оккупанты похитили циркуновского сельского главу Николая Секоленко. Порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно закрываются, сообщило Министерство инфраструктуры Украины. Житомирскую область впервые обстреляли из градов. Погибли трое военных и один гражданский, сообщил руководитель военной администрации Виталий Бунечко. Вчера враг, напевно, что впервые застосовывал, за предыдущими данными, грады. Было выпущено по народовской территориальной громаде, по населению пункта Селец. Загинуло три військового службовца, одна цивильная особа. На жаль, стреляют на півночь области. Продолжаются бои в Луганской области. За минувшие сутки россияне разрушили 12 жилых домов. В Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на продуктовом складе, происшедший в результате обстрелов. Авдеевка Донецкой области и ее окрестности снова попали под обстрел оккупантов. Один человек погиб, двое ранены. Повреждения зафиксированы по 15 адресам. По словам советника руководителя офиса президента Алексея Арестовича, противник фактически упустил возможность наступать и ведет только тактические действия. Протягом ночи сегодня наши указанные, наши силы наносили потужные удары по противнику. Он имеет черговые втраты. Противник вдався до ударов в ответ. Но по сравнению с нашими ударами, они были маленькие и не страшные. Словения в ближайшее время вернет своих дипломатов в Киев. И призывает Евросоюз делать то же самое. Об этом заявил премьер-министр страны Янис Янши. Между тем, потери личного состава врага на 21 марта достигли 15 тысяч человек. Наши военные уничтожили 498 танков, 1535 бронемашин, 97 самолетов и 121 вертолет. Збройные силы Украины и другие подраздели силы обороны продолжают завдавать удары по группированиях войск врага, которые пытаются держать захопленные рубежи. В однажды фиксируется снижение интенсивности использования противником пилотированной авиации. С помощью оценки эффективности результатов завданных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летальные аппараты. Евгения Панченко, 7 канал.